От ливня также пострадали десятки квартир. Если на улицах города работы контролируют коммунальщики и администрация, то жилье горожан осталось во власти стихии. Красноярцы рассказывают, аварийные службы просто не справляются и некоторым жителям приходится спать буквально в лужах. Одним из наиболее пострадавших оказался дом на Волжской. Это 47-й дом. Во время ливня у него не было крыши, поэтому вода лилась прямо в квартиры. На месте подтопления сейчас моя коллега Полина Михальчук. Она на связи. Полина, как так получилось, что дом остался без крыши? И что сейчас происходит как люди? Даша, на самом деле ситуация достаточно плачевная. Вот этот дом входит в программу капитального ремонта. И вот по этой программе здесь заменяют крышу. Ровно, может чуть меньше, две недели назад здесь убрали крышу. И, собственно, так получилось, что вот к этим ливням дом, жилье осталось без кровли. И вот получается, что вода капала людям прямо в квартиры. Я вот сейчас, кстати, нахожусь в одной из квартир дома на Волжской, 47. Давайте я вам покажу немного, что здесь происходит. Так, вот, собственно, эта квартира. Вот здесь, как мне подсказали, это ванная. Здесь до сих пор стоят тазики с водой. Прошел уже день, но из лампочки до сих пор продолжает капать. И вот владельцы, жильцы этой квартиры рассказали, что если принимать душ, то, собственно, может немного ударить током. Вот дальше мы проходим в зал. И вот здесь видим, что на потолке потолок начал немного обрушаться. Вот здесь уже упала штукатурка, достаточно много. Ну и, в принципе, состояние вот этого жилья достаточно плачевное. Владельцы этой квартиры рассказывают, что во время ливня здесь просто невозможно было находиться, потому что все буквально плыло. И вот давайте мы поговорим с одним из владельцев квартиры, Александр. Добрый день. Вот расскажите, пожалуйста, когда начался ливень вчера? Вы, наверное, разговаривали с жильцами. Можете как-то сравнить, насколько сильно пострадала вот ваша квартира? Да, максимально видно. Вообще по всей площади потолка, со всех сторон. Все двери повело, двери не закрываются. Теперь можно посмотреть. Вот так вот. Проводка вся тоже мокрая. Прикоснуться к ванне невозможно. Вчера двоих человек только ударило в подъезде железной лестнице. Сегодня у нас от ванны и оттопа. Все на весь дом мокрый. Как-то пытались, может, вы уже хоть немного подсчитываете, какой ущерб здесь может? Как тут подсчитаешь, непонятно. Последствия будут полностью видны, когда все это высохнуло еще. И будет еще хуже. Вы же 100% обращались куда-то в аварийные службы. Что там отвечают, говорят? В зале снимаете видео, отправляете по всем инстанциям. Все, собственно, что конкретного никто не говорит. Какие цифры, когда, чего, кто, за чей счет будет. Пока что непонятно. Ну, и вот на самом деле я прошла здесь по подъезду. Подъезд тоже в ужасном состоянии. Вот-вот может рухнуть буквально штукатурка, потолок. И если она рухнет, и не дай бог кто-то будет проходить, то последствия действительно будут очень плохие. И вот мы поговорили также с жителями квартир. И здесь их, к слову, 8 в этом доме на Ложской, 47. И ни один не может даже примерно подсказать, насколько вот выйдет ремонт. И насколько большими будут расходы за ремонт квартир. На этом у меня все, Даша.